В Сирии при поддержке российской авиации продолжается наступление правительственной армии и сил оппозиции на города, которые контролируют террористы из группировки Исламское государство. Воздушно-космические силы наращивают интенсивность ударов. 556 объектов ИГИЛ ликвидированы, взята под контроль стратегически важная плотина через реку Ефрат. Сегодня же пришла информация, которая вызвала крайне противоречивые комментарии. МВД Ирака заявляет, американский спецназ захватил на территории их страны в районе Киркука одного из главарей ИГИЛ, в свою очередь Пентагон. Эту информацию опровергает. О том, кто этот человек, где прошел спецподготовку, почему даже в случае задержания о нем могут ничего не сообщать прессе, сейчас рассуждают аналитики и эксперты. И еще одна новость из Сирии. Двойной теракт в Хомсе, в котором по разным данным погибли от 19 до 32 человек, более 40 ранены. Подробности в репортаже Кирилла Бранина. Как бы страшно ни звучало, но тактика стандартная. Сначала на воздух взлетает заминированный автомобиль. Как только на место приезжают медики и спасатели, смертник в толпе взрывает пояс с поражающими элементами. Потому погибших и раненых так много. Ответственность за двойной теракт в Хомсе взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Не прошло и пары часов, как террористы заявили. Убийство сирийского журналиста в Турции тоже их рук дело. Наджи Джерв, автор нескольких фильмов о войне в Сирии. Коллеги говорят, он готовил к эфиру еще один о зверствах ИГИЛ. Его убили средь бела дня выстрелом в голову из пистолета с глушителем. Казалось бы, устроить такое нападение – рискованное дело. Но эксперты не сомневаются, турецкие спецслужбы боевикам не мешали. Это говорит о том, что, в общем, «Исламское государство» достаточно вольготно себя чувствует на территории Турции, в том числе при граничных сириих регионах. И те отряды, где они под видом бойцов сирийской свободной армии готовились, при этом турецкие спецслужбы с ними поддерживали прекрасные отношения, точнее, национальная разведка Турции. Это, в общем-то, и общеизвестный фактор. Многие сразу вспомнили загадочную смерть иранской журналистки тоже в Турции. Год назад Сирена Шим погибла в автокатастрофе. Водителя грузовика, с которым столкнулась машина съемочной группы, так и не нашли. Расследование до сих пор не закончено. А за месяц до гибели Сирена заявляла об угрозах со стороны турецких спецслужб. Причины – она считала свой фильм, в котором рассказывала, как турецкие власти помогают террористам пересекать границу с Сирией. Люди из разных стран, в основном из Саудовской Аравии, Ливии, Афганистана и Марокко, попадают в Турцию без всяких вопросов. Затем военные провожают их в приграничные районы, где они потом присоединяются к боевикам, как в Сирии, так и в лагерях беженцев. Также без лишних вопросов в Сирии оказался и вот этот человек с рыжей бородой. Когда-то его звали Тархан Батирашвили. Он успел повоевать в Чечне на стороне боевиков, потом служил в грузинской армии, а после войны в Южной Осетии оказался на Ближнем Востоке. Там и сменил имя. Теперь он Абу-Умар Аш-Шишани. Террориста называют помощником главаря ИГИЛ Аль-Багдаде. Сегодня несколько информационных агентств сообщили о его задержании американским спецназом в Ираке. Он поддерживал отношения с теми талибами, которые откололись от основного движения Талибан и поддержали исламское государство, так называемое. И с этими людьми он был в контакте. Именно он был одним из главных участников взятия Масула. И несомненно, с моей точки зрения, этот человек имеет отношение к нелегальной продаже углеводородов, то есть нефти, в том числе и через территорию Турции. В Пентагоне, впрочем, информацию о задержании опровергли. Но тем интереснее многим показалась еще одна деталь из биографии боевика. По данным агентства «Бизнес-Инсайдер», Аш-Шишани еще во время службы в грузинской армии прошел стажировку в американском спецназе. Именно этими навыками эксперты и объясняют военные успехи отрядов ИГИЛ, которые возглавляет террорист. Американцы готовили спецназ в Грузии. Это, в общем-то, известно. Они готовили как на территории Грузии, так и в Соединенных Штатах. И он действительно проходил такую подготовку и считался американскими структурами очень способным бойцом. Между тем, военные успехи группировки «Исламское государство», вне зависимости от того, был ли действительно задержан Аш-Шишани или нет, сменились чередой поражений. Удары российской авиации по позициям и инфраструктуре террористов резко изменили расстановку сил. Сирийская армия при поддержке с воздуха перешла в наступление сразу по нескольким направлениям. Наибольший успех достигнут в провинциях Алеппо, Латакия и пригородах Дамаска. В провинции Алеппо существенно расширена зона безопасности вокруг аэродрома «Квайрис». За последние несколько дней освобождено два населенных пункта к северу аэродрома, а также тактически важная высота Тель-Ширбия. Как рассказали в Министерстве обороны, параллельно с правительственными войсками в наступлении участвуют и силы сирийской оппозиции, также при поддержке российской авиации. Отряды сирийской демократической армии под командованием Аймана Фляд Эль Ганима ведут наступление на столицу ИГИЛ, город Ракку. В результате этого наступления от экстремистов освобождено около 20 населенных пунктов. Кроме того, нашей авиации нанесено 17 ударов по ИГИЛ в интересах отрядов сирийской свободной армии «Львы пустыни» и «Коламун», наступающих на Пальмиру. Командующий демократической армией Сирии Аль Ганим в интервью Первому каналу оценил эффективность работы российских летчиков. Мы благодарны России за военную поддержку. Удары с воздуха очень важны для нашей борьбы с ИГИЛ. На всю волю Аллаха, я уверен, скоро мы освободим нашу землю от террористов. Широкое наступление и стало причиной увеличения интенсивности ударов российской авиации. По словам военных, только за последние три дня самолеты совершили 164 вылета. В результате уничтожены больше 500 объектов террористов. Кирилл Брайнин, Наталья Литовка, Александр Лякин, Антонина Кукушкина, Дмитрий Синицын и Сергей Деев. Первый канал. Субтитры делал DimaTorzok